ВЕРТИКАЛ ВОРЛД НЮЗ Мы включались из разных городов Беларуси и следили за тем, что происходит в Братской Республике. Много сочувствующих, конечно же, из Санкт-Петербурга. Самые активные из них вывесили вот такой вот баннер на Большооктинском мосту. Выбор локации понятен. Неподалеку консульства Беларуси очевидцы говорят, что многие автомобилисты поддержали эту акцию автомобильными гудками. Правда, длилась она недолго. Баннер провисел всего лишь полчаса. Тем не менее, внимание к себе приковал. Сидим, волнуемся, переживаем за нас. Самое главное, друзья, хочу напомнить, что нет ничего о цене жизни и здоровья. И вы понимаете, к кому я адресую это обращение. А сейчас обращаюсь ко всем любителям речных прогулок по рекам и каналам в Санкт-Петербурге. Друзья, отдельный совет. Прежде чем подняться на борт, просите капитана на вас дыхнуть. Видео посмотрим, и вы поймете, к чему я клоню. Максимально нетрезвый кап дважды, дважды врезался в опору прачечного моста. И ладно, там его суденушка немножечко покорябалась, но на самом-то деле люди пострадали целых три человека. Еще раз обращаюсь ко всем водителям любого транспорта в мире. Сел, за руль, выпил, за руль не садись и даже за штурвал не берись. Этим случаем, кстати, следкоме заинтересовались. Посмотрим, чем все закончится чуть позже. И еще один народный афоризм сейчас будет уместен. В конвертах только письма. Правда, зам главы Колпина Алексей Жуков, видимо, эту народную мудрость не знал. И совершенно случайно взял конверт, в котором было полмиллиона рублей. Какой ужас, представляете? Что было дальше в кадрах оперативной съемки? Есть предположение, что должностное лицо, представляете, потребовало взятку. Какой кошмар. А согласился ее дать коммерческий директор одной из организаций города за беспрепятственную приемку работ по уборке дворов, многоквартирных домов и общее покровительство. Кто кого покрывать будет теперь неизвестно, а вот кто кого будет закрывать, ясно однозначно. Закрывать же культурные учреждения нашего города, несмотря на ее вид обстановку, не надо. Надо просто соблюдать все требования Роспотребнадзора, а не так, как было недавно возле концкамеры. На этот раз очереди не из-за долгожданного открытия, а из-за бесплатного входа. К сути дела не меняют. Ну, очереди же. Без какого-либо намека хотя бы на социальную дистанцию. Петербуржцы. Будьте благоразумны, вы же культурные люди. А чем вот предписание Роспотребнадзора это не культурные нормы 2020 года? И мы уже очень близки к нашей любимой рубрике, но прежде давайте-ка разогреемся под ритмы этих уличных музыкантов, которые зажигали на Дворцово недавно. Самый, на самом деле, кайф в их музыкальных инструментах. Вот если ты любишь музыку, то и на кастрюле, и на газовом баллоне реально от души исполнишь. Просто музыкальная бомба. Друзья, если вы включили наши вертикальные новости, находясь где-то близко к центру Питера, рекомендую не уезжать и потерпеть до 12 часов 45 минут ночи. Сегодня 30 лет с момента гибели Виктора Цоя, и в центре придет памятная акция по этому поводу. Сначала разведут Дворцовый мост, а потом на пролете появится фотография Виктора Цоя. Естественно, уличные музыканты будут петь песни вашего любимого исполнителя, до любимого всеми исполнителя, поэтому давайте-ка все сегодня возле Дворцового собираемся почти в память великому музыканту. Ну и, естественно, в пятницу, куда же без ежедневной милоты, давайте просто посмотрим на вот этот ролик. Тут спасают собакена на Неве. Пес, который оказался в воде, начал тонуть. Его сносило течением чуть дальше от берега, но повезло, что на его пути попался рыбак на лодке, который подплыл поближе и вытащил нашего пушистого героя из воды. Двойная милота, во-первых, ситуация, во-вторых, человеческая добросердечность. Всем спасибо, очень добрая история. Друзья, спасибо и вам, что посмотрели наши вертикальные новости, подписывайтесь на нас вот тут, вот, вот, тут вот и заходите в инстаккаунт во вторник, опять-таки самые свежие новости из жизни Санкт-Петербурга я для вас подготовлю. Пока-пока, хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова